Яков Вестфаль В каждом драгоценном камне, как в капле воды, отражено величие природы, и любого из них достаточно, чтобы ощутить верх ее совершенства, записывал он в своем дневнике. Он любил описывать свои ощущения и размышлять о них. Мне часто снится странный сон, музыка, огонь, сияние, излучающиеся драгоценными камнями. Я вглядываюсь в это сияние и вижу, как составляются фигурки невероятного изящества. Я думал о том, что драгоценные камни — частицы Вселенной, и они помогают нам общаться с космосом. Камни оберегают нас и помогают в житейских бурях. Я проснулся и поспешил к столу, скорее зарисовать все, что мне приснилось. Я рисовал и думал, какие дивные подарки дарят нам сны, если относиться к ним всерьез. Камни оберегают нас и поспешил к столу, скорее зарисовать все, что мне приснилось. Яков Вестваль, как говорили современники, совсем не походил на романтического человека. Он был смешной, толстый, добродушный, порядочный семьянин, строгий хозяин, расчетливый человек. Он приехал поработать в Россию на год, но остался на всю жизнь. Я совсем омосковился, дорогие мои, полюбил икру и водку. Но напиток сей весьма горячителен, посему я стараюсь быть весьма умеренным. Женился на русской, потому что очаровался тихостью и певучестью ее красоты. Поселился Яков Вестваль в немецкой Слободе, устроенной еще Алексеем Михайловичем, чтобы связь с Россией была более прочной. При Петре немецкая Слобода расцвела необыкновенно и превратилась в один из самых красивых уголков Москвы. Нас пригласили сюда, конечно, думая о пользе Москвы, но и нам удается жить и действовать по собственному усмотрению. Дома нам разрешили строить на собственную стать, и мы стараемся делать их красивыми, как игрушки. Немецкая Слобода была более опрятная и нарядная, чем другие места в городе. Много в ней красивых каменных палат, и едва ли найдешь здесь дом без сада. Здесь все устроено так, чтобы поддерживать бодрое и легкое расположение духа человека. Царь Петр писал, Разумным отчам к нашему любозрению отдернули занавес, и всем светом коммуникацию злили. Немецкая Слобода помогала русским и иностранцам понимать друг друга, Перенимать обычаи, учиться друг у друга. «Дорогие мои», — пишет Яков Вестваль, — «зимы здесь длинные и холодные, тоска. Но много работы, заказов тьма, и работать с русскими неплохо. Они фантазируют легко и красиво. Вместе получается что-то хорошее, не похожее ни на русское, ни на немецкое, А что-то удивительно новое». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В нашей Слободе открылись целые улицы мастеровых. Шляпники, часовщики, ювелиры. Мастер и хозяин Вестваль был строгий. «Гоняю своих подмастерьев, борюсь с воровством ужасающим. Слежу, чтобы серебро низшей пробы не попадало. Серебро низкой пробы никогда нельзя употреблять, И нельзя смешивать серебро разных проб. Вот основной ювелирный закон. Не всегда удается уследить. Но если Вестваль видел, что в серебре и золоте есть примесь, То бил подмастерьев нещадно. Чистота в работе ценилась им больше всего. Изделия его были отменными. В 1702 году он срочно сделал четыре подвески с алмазами Для царевны Натальи Алексеевны. И каждый добрый мастер по найму получил за них 50 рублей. В 1709 году он выполняет королевские кресты. И как мастера старательного Его привлекли к изготовлению ордена Андрея Первозванного. Московские жители с удовольствием привыкали К европейским ювелирным новшествам. Замки к кошелькам, невиданные раньше в России красоты. Пряжки с драгоценными каменями на поясах. Кружки с изображением зверей и сцены жизни. Удивительные формы персня. А его серьги, браслеты, бусы. Женщины московские любили покупать, Потому что каждый, кто носил его вещи, Чувствовал, что у него прибавляется сил и энергии. «Это все от того, — объяснял Вестваль, Что свойства камней знать надо, И понимать сочетание их с людским характером и особенностями». Гранат. Он горяч и влажен. Это камень любви. Носящий его приобретает власть над людьми. Он врачует сердце, мозг, память. Будет вокруг себя любовная страсть. Топазы. Топаз дает ясность мыслям и помогает делам. Во время далеких и тяжелых путешествий Его кладут в рот для утоления жажды. Владелец топаза сменяет гнев на покой. Неверность на преданность. Топаз — камень, помогающий наслаждаться жизнью. Бирюза. Камень, одерживающий победу. Приносит счастье в любви. Прекращает ссоры. Отводит гнев. Колечком с бирюзой обменивались в день обручения. Бирюза помогает страдающим бессонницей. Аметисты. Похожие цветом на ранние фиалки. Обладают чудесной способностью Обуздывать ветер. Смягчать злобу. Предохранять от опьянения. Аметист имеет власть забывать прежнюю любовь. И открывать сердце для новой любви. Аметист приносит удачу и покой. Разглаживает морщины. Горный хрусталь. Бледный и кроткий. Камень магов и волшебников. Перед прорицаниями они кладут его под язык. И он сообщает им дар видеть будущее. Если сделать шар из горного хрусталя И вечерами вглядываться в него, То уйдут печали, дурные мысли. А будущее станет понятным и ясно. Но если неосторожно пользоваться камнем, Он может приносить беды. Есть камни, которым лучше не прикасаться. Не опьяняться их красотой. Можно заглядеться и притянуть темные силы. Например, кусочек ртути приносит болезнь. А албазная пыль, Растворенная в вине или чае, Приносит неудачу и смерть. Осторожность и умение спокойно и равнодушно Относиться к легкой удаче, К богатству, Умение делать добро Отводят от вас злые камни. У добрых людей, Считал Яков Вестфаль. Злые камни теряют свою силу. А что же такое художник и мастер? Призадумался как-то Яков Вестфаль. И написал в своей тетрадке Жизнь, если ее не украшать, Может обнажать все печали свои. Поэтому мне так дорого ремесло мое. Оно дает мне силу радости. И поэтому жизнь кажется мне прекрасной. Хотя и очень быстрой. Оно дает мне силу радости. Старый дом, Затемненное крыльцо, Улица. Прислонившись к стене, Сидит человек, Свет в окошке. Эта старая, Сделанная в 19 веке фотография, Трогает, волнует меня. Почему? Простая причина. Я хочу жить здесь, На этой улице, В этом доме. Я хочу вспомнить себя В это мгновение. Немножко фантастично, Странно, Таинственно. Фотография, Подобно ясновидению, Которая устремляет меня вперед, Или же увлекает назад, Сам не зная куда. Какое-то двойное движение. На фоне излюбленных пейзажей, И мгновений, Все происходит так, Как если бы я был уверен, Что я там уже был, Или должен был там оказаться. В шуме времени для меня нет ничего печального. Я люблю колокола, часы. И мне вспоминается, Что первоначальные компоненты фото Вышли из мастерской краснодеревщика И лаборатории точной механики. На вид старые аппараты Были похожи на настенные часы. И, вероятно, кто-то очень древний Во мне еще слышит в фотокамере Живой звук дерева. Писал Карл Август Бергнер. Первый немецкий фотограф, Появившийся в Москве В середине девятнадцатого века. В газетном переулке старой Москвы Открыл он свое фото отелье, Которому суждено было На долгие годы Пережить своего хозяина. На мой взгляд, орган фотографа Не глаз, который ужасает меня, А палец, связанный со щелчком объектива Металлическим скольжением пластинок. В моей любви к механическим шумам Есть что-то сладострастное. Как если бы во всей фотографии Они были тем единственным, За что цепляется мое желание. Как если бы своим коронным пощелкиванием Они разбивали смертоносное пространство Позы, времени. Моя первая находка была странной. Фотография до бесконечности Воспроизводит то, что было всего один раз. Она до бесконечности повторяет то, Что уже никогда не может повториться, Говорил Бергнер. Фотография А. Бергнера в Москве Покорила москвичей. В этот портретный салон Всегда стояла очередь. Сохранилась записка одного из клиентов мастера. Петра Баскин пишет родственнику в 1860 году. Здесь признается первым фотографом Бергнер. И, несмотря на дорогую цену, Всегда завален работами. Иду мимо. И так как было еще рано, Вижу, что съезд небольшой. Зашел. Приемная комната. На стенах висят фотографии. На столе альбомы. И на полу разбросаны фото. Удивительно. Это не портреты, а живые люди. Чудо, что за снимки. Нельзя наглядеться. Купец встал в очередь. И, наконец, его позвали к фонту. Меня тщательно усаживали И присматривались, как лучше. Однако не стесняли мою натуральную позу. Задняя часть головы Упирается в медную рогульку. Так называли специальное приспособление. Головодержатель. Чтобы не было никакого движения. Мигать позволено. Съемка длилась 15 секунд. Через несколько дней Купец зашел в ателье за снимками. Понравилось. Я получился солидным И уверенным в себе. Дочка сказала, что я интересный мужчина. Приятная эта вещь. Фотография. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во главе стоят баденский подданный фотограф Мартин Шерер и швейцарский подданный фотограф Георгий Набгольц. Их виды сняты из натуры высокого художественного достоинства и достойны высшей награды международной выставки. Назначить большую серебряную медаль. Один из советов мастеров. Ясновидение фотографа состоит не в том, чтобы видеть, а в том, чтобы оказаться в нужном месте. У них была безукоризненная репутация. Фотографии блестяще выполнены и у мастеров замечательная выдумка. Одна из выдумок Мартина Шерера он придумал и снял первую фотографическую панораму Москвы. Панорама была снята с Храма Христа Спасителя и состояла из 16 листов. Шерер проводил фотографическую съемку строительства железнодорожного моста через Аку вблизи старинного русского города Коломна. За работы, принесшие пользу обществу, фирма была удостоена высшей награды. Право изображать на изделиях российский герб. В 1895 году фирму Бергнер, Шерер и Набгольц возглавил Альберт Мэй. Для него главное в фотографии человеческое лицо. Особенным в творчестве Мэя был 1894 год. 19 октября были разрешены бланки открытых писем частного изготовления. Так появились открытки, портреты знаменитых людей, виды улиц, архитектурных памятников. По открыткам Мэя можно изучать историю Москвы, ее жизнь и жизнь ее жителей. Большой популярностью пользовался мастер Карл Фишер. Москва, Кузнецкий мост, 11. Мастерская фотографических работ. Одна из замечательных сторон деятельности Фишера – фототипное издание каталогов и альбомов художественных выставок. Альбом-картин «Явление Христа народу» Иванова. 25-летие товарищества передвижных выставок, 270 различных картин, выбранных авторами. Знаменитый альбом «Виды Москвы», Московского императорского университета, его кабинетов и клиник. С конца 1890-х годов Фишер стал издавать способом фотокопии открытки видов городов России. Слово «фотография» по латыни звучало бы так. Образ, выявленный, выделенный, выжатый как лимонный сок под воздействием света. «Фотография не напоминает о прошлом. Ее воздействие на меня не в том, что она восстанавливает уничтоженное время, расстояние. Она удостоверяет, видимое мною действительно было». Еще одно славное имя – Фридрих Мебиус. Сходство фотографических портретов этого мастера соединено с искусством живописи. В 1854 году он сфотографировал великого актера Михаила Щепкина. В нем отразился характер веселый, легкий, доброжелательный. Снимок был сделан по просьбе известной французской актрисы Элизы Рошель и преподнесен ей Щепкиным, великой художнице драматического искусства в знак глубокого уважения к ее гигантскому таланту. Фотография по природе своей основывается на позе. Физическая длительность этой позы значения не имеет. Рассматривая фото, я неизбежно делаю частью моего взгляда мысль об этом мгновении, каким бы кратким оно ни было. Неподвижность фото представляет собой результат смешения двух понятий, реального и живого. Фотографизм — это искусство личности. От реального, бывшего там тела, исходит излучение, дотрагивающееся до меня находящегося в другой точке, в другом времени. Фото исчезнувшего существа прикоснется ко мне так же, как находящееся в пути лучи какой-нибудь звезды. Небольшие мастерские имели Кистенмахер и Эйхенвальд. Популярностью пользовался мастер Отто Ренар. Его мастерскую, расположенную на Тверской улице, посетил и сам Морозов. Возможно, в нас заложено необходимое сопротивление любой вере в прошлое, в историю, которая не принимает форму лица. Фотография впервые это сопротивление преодолевает. Прошлое с ее появлением становится столь же достоверным, как и настоящее. Она возвращает сознанию время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok